Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов Проклятые женщины. Роден. Около 1885 года. Бронза. 19х28 В творчестве Родена множество любовных сцен между женщинами. Целая серия статуэток. Скорее всего он интересовался не только лесбийскими отношениями, сколько эротической выразительностью прекрасных героин. Скульптура отличается свободно текущей эластичной поверхностью бронзы, общей пластичностью и подвижностью силуэта. По стилистике о ней напоминает произведение «Ваятель» для его многолетнего проекта «Врата Ада». Софические сюжеты заимствованы мастером мудрения римского поэта Овидия, который запечатлел сцену любовных ласк двух женщин в метаморфозах. Название работы отсылает к одноименному стихотворению из знаменитого сборника Шарля Боднера «Цветы зла». Поэт описывает трагическую страсть и политые дельфины. «Или совершили мы поступок беззаконный, коль можешь, объясни, смущенный мой испуг. От страха я дрожу под шепот твой влюбленный, но льнут к тебе уста невольно, милый друг». В трактовке Родела страсть героинь приобретает скорее легкомысленный характер, как и другие творения из этой серии. Данное никогда не экспонировалось при жизни воятеля. Они были слишком вызывающими для консервативной публики конца XIX – начала XX века. Ну вот такое описание к работе Родена «Проклятые женщины». В некоторых изданиях я встречал это название как «Проклятые женщины». Около 1885 года, бронза, я нашел в интернете. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова